Генри Форд, американский промышленник, изобретатель в проекте «Фамильные истории» на телеканале Автоплюс. Многие знают, что именно на заводах Генри Форда впервые появляется конвейер, а у сотрудников был фиксированный рабочий день и довольно высокая по сравнению с остальными рабочими в стране зарплата. Но при этом немногим известно, что все на тех же заводах существовала введенная Фордом система поощрения за трезвость и здоровый образ жизни. Рабочим трезвенникам выплачивалась еженедельная прибавка в размере 75 центов. Но зато если Форд узнавал, что свои деньги рабочий тратит на выпивку или утаивает их от семьи, тот мигом лишался работы. Еще один малоизвестный факт. Автомобильный магнат с 26 лет был убежденным сторонником идеи реинкарнации. Больше того, Генри считал, что в прошлой жизни был солдатом, погибшим в битве при Геттисберге. Кроме того, Форд проявлял большой интерес к ведической культуре и был вегетарианцем. Последнее, возможно, отчасти связано с его детством. Он рос в семье фермера, но многочисленные поручения не любил. Маленький Генри крайне неохотно кормил кур и доил коров. И тех, и других Форд ненавидел до конца своих дней. Он не любил молоко, заявляя, что цыпленок подходит только для ястребов, а корову называл самой примитивной машиной в мире. Горячим поклонником Генри Форда был Адольф Гитлер. Когда в 1931 году журналистка Detroit News Аннетта Энтоне брала у диктатора интервью, над его столом она увидела портрет Форда. «Генри Форда, я считаю, своим вдохновителем», — объяснил Гитлер. Кстати, вспоминать Форда добрым словом можно не только за рулем, но и выезжая на шашлыки. Ведь именно Генри Форду принадлежит заслуга изобретения угольных брикетов для мангалов и барбекю. Генри Форд